Раль-даль Джордж поставил кастрюлю на плиту и включил газ на полную мощность. — Джордж! — донесся противный голос из гостиной. — Мне пора принимать лекарства! — Еще не пора, бабушка! — крикнул в ответ Джордж. — Еще только без двадцати одиннадцать! — Что ты вздумал отмочить на этот раз? — проскрипела старуха. — Я слышу шум! Джордж счел за благо не отвечать. Он отыскал в кухне длинную деревянную ложку и принялся шуровать в кастрюле. Смесь становилась все горячее. Вскоре чудесная микстура начала бурлить и пениться. С ее поверхности плавал густой синий павлиньего цвета дым. По кухне растекся пугающий запах пожара. Джордж поперхнулся дымом и закашлялся. Такого он еще не нюхал. Запах был отвратительный и обворожительный, пряный и пенищийся. Бешеный и безбашенный, полный волшебства и колдовства. Стоило этому запаху коснуться носа, как в черепе словно бы взрывались петарды. А под коленками пробегал ток. Чудно и чудно было стоять, перемешивать это изумительное зелье и смотреть, как оно дымится синим дымом и пузырится и пенится, как живое. Один раз он даже увидел. Мог бы поклясться, что увидел, как в бурлящей пене вспыхивают яркие искры. И внезапно Джордж обнаружил, что пляшет вокруг дымящегося котла и распевает странные слова, не весть откуда взявшиеся в голове. Петьмина, варева, дикий бульон, синяя пена, жалобный стон, дым и пар, и хрип, и свист, и фонтаны мелких брызг. Все кипит, шипит, змеица плещет, блещет, пузырится. В общем, бабушка, молись! КОНЕЦ